маленьких файликов, которые он в конце склеивал в эту книжку. Сделаем. Кто в неделю прочитывает три книжки такой толщины? Я в детстве прочитывал, наверное, границу суток в день. А у меня были, наверное, поиски, а между ними пропасть. И над этой пропастью мы строим такой круглый мост. Там любовная история двух героев на протяжении всей книги. Теме и всегда сюжет. Очень люблю Таню. Наверное, больше пяти лет ее писал. Он одновременно станет или место Танцы. Вот Мефодия. То есть ты пришел одну Таню, а там у Мефа, одну Таню, а там у Мефа. Танил Ротер, вселенная Мефа. Значит, в год вы будете прочитывать, предположим, сто таких книг. Ну, в каждый момент жизни это было, конечно, сложно. Есть Людмил Карсона и Эпоха Маугли. Сколько лет вы написали первую книжку, когда вы были маленькие, в детстве? А, в детстве? Ну, до этого я какие-то рассказики писал. Ругал, что у меня нет прогрессов, что я не занимаюсь дома. А вот эти цветочки... Потом через какую-то... Ну, я работаю в жанре фэнтези, но фэнтези это... Какую серию книг вы считаете самой успешной? ...которой может тебя стоять, что такие книги нет. Круто, что, как вы говорили, это нереально. Это проявление. Ну, в общем, не может сильно тебе испортить жизнь. Еще периодически пытались создавать фантастические книги. Дальше там пошли еще что-нибудь нашли и услышали. Получается, что предыдущие читатели... Бывало ли, когда вы брали отдых от писательства? Ну, писатель, он какой-то, соответственно, работает... Он всегда работает, там, одно. А, учителя... Да, учителя делали музея. Сейчас я уже сам, как там, родители. Можно стать писателем в детстве? Читает, цветы, повыкидывал там... Ну, такой ужасный мальчик, что... Где там выступает? Ну... Или писательница? Наверное, говорит, что со всеми, наверное... Есть ли у вас книги, которые вы так и не выписали? У нас в школе читать не умеет. На уроке литературы вы сказали, что это фарта и читали книги. Книги читали в субботу и когда внутри... Ну, в общем, если совсем... А какая самая первая книга, которую вы написали? Не хожу, что надо... Вот незаметная такая вещь... Сколько вам лет? Больше аудиокнигов, очень много здесь. Базовый совет? Сериалы, фильмы... Какая? Неземлемая. Эээ... Соберем... Нет, лично нет, лично нет. Я пишу, когда они какие-то дружные записаны. Заменить обычные чтения на аудиокниги. Там у них органически смотрят? Там у них лучше написать песню. Там бабайки заберут. Шире шаг они уже. Я шагаю по облакам. Как по весенним лужам. Прыгаешь за день. Отпереди архивелаг. Не перепрыгаешь за день. Она не пунктирная. А впереди там правит бал. Организация. То есть создана Российская Федерация. На сколько дней? Вот это она, да, больше. Да, в год. Наверное, не самок, творец, деток, это варань. Да, мы это делаем, конечно, да. Я несколько раз... Валерия, вы хотите написать книгу про Калубу? Напишите книгу про Калубу. Может, вам есть книжка, Александр? Валерия. Я бы вам было тоже принести. Да, вот с... Да, да, да. Писатель мне очень понравился. Почитай его книгу. Мне всё понравилось, я этого писателя узнал. Пороснул. Очень интересный. Писатель узнал впервые, а там всё пошло. Разговорчивый, дружелюбный. Да. И отвечал на вопросы честно. Мне очень понравился писатель. Скорее всего, куплю его книги. Как личность, он очень открытый и весёлый. Отвечал на все вопросы подробно и очень начитанно. Мне это нравится. Честно говоря, я никогда не видел писателей. И он мне всегда... Ну, я вообще не знал никого, честно говоря. Когда я впервые увидел писателя, он казался, ну, не знаю, как будто обычный человек. Когда он рассказал о себе, ну, не знаю. Прям хорошо пишет книги, там, в детстве хорошо всё провёл, честно говоря. Он очень разговорчивый, хороший. Я думаю, что он вначале, ну, писатель. Как, к примеру, там, Пушкин. Вот!